Божия. Рассказать, что ждёт людей за то, что они делают. И о великой любви Божией возвестить, что Иисус Христос был распятый и в третий день воскрес. И всем дарует прощение. Он умер за наши грехи. Вы можете задавать любые вопросы о душе, о вечности. Мы можем поделиться с вами нашим сокровищем. У меня есть самый большой в интернете и ютубе канал. Равных ему нету. 20 тысяч 500 роликов. Как мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вам будет очень интересно это, полезно. Может, чем-то интересуешься, для чего человек живёт? Это серьёзный вопрос? Да не смотри ты на них, никуда они не денутся, товарищи твои. Мы ничего против не имеем. То есть мы... Это ваша книга, а вот это наша. А вот у вас пятая сура, сура пятая. 47-й и 66-й аяты. Они говорят про нас, что мы люди Писания. И чтобы поступали по нему, я по нему и поступаю. Инжил дал Бог нам. Инжил, это Евангелие. Ты Коран читал? Я читал. У меня книга написана целиком про него. Я сравниваю с Библией всё. И что о мусульманах сказано 1300 лет. У меня 38 томов вышло книг. Если Коран читал, если видит Аллах, как нам любит... Я знаю это. То, что нам Аллах отдал. Почему вы не верите в то, что Аллах нам отдаёт? А я... Знаете, что? Там написано так. И вы поступаете по своей книге. Вот так я вам написано. Написано. Бог дал нам инжил. И по нему поступаете, написано. В вашем Коране. Я так и поступаю. Я вашу книгу не трогаю, не критикую, ничего. Почему? Это ваше... Ты знаешь, почему вы такие так сделаете? Знаю почему. Потому что это высшая любовь, явленная Христом на кресте. Он умер и воскрес. А вы говорите, он не умер. Нет. Нет, 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 нет. То, что я знаю, от Аллаха приехал ангел, чтобы Иисус забрал такую дырку. А такую дырку потом Иисус ангелю сказал. Голова выходит, вот тут не выходит. Потом его один... Ничего тут нет. Вот тут крест, крест... Извини, я по-русски нормально не смогу разговаривать. Какой его официальный или какой был, короче, как-то я знаю. Потом он так сделал, и это он видел. Потом вышел с вами и сказал. Вот Иисус вот так по Аллаху, по этому Богу разговаривает. Ну ладно, ладно, ладно. Я не против. Отговаривает от Аллаха, блядь. Пёртите партии. Скоро умирается вас. Давай ставь на Саламана, чтобы ты на дузах не пошла, на тернат пошла. Ну вы сейчас материтесь, а зачем? Будете материться? Я не буду материться. Просто я вас... Я вас уважаю. Я уважаю. Нельзя. Мне 81 год. Не забывайте. Я для вас Аксакал. У тебя какая нация? Так. Я спрашиваю, если вы мусульмане, правоверное, почему бороду бреешь? На кого похож ты? Ну? Вот у меня борода есть. О, где бороду? Всё убрал. Вот борода нетронутая. Так повелел Бог сотворил. Подкаблучники. Вот, 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 вот. Борода, как я смотрю, полная грязь. Она такая есть. Она такая есть. Ты не городи. Ты спроси, кто вашу религию основал? У него борода была? Нет. Кто книгу вашу дал? У него борода была? Ну хорошо, понял. У него борода была? Ты водку пьёшь? Никогда в рот не берём. Мы свинину не едим, мясо не едим никакое совсем. Поэтому я тебя уважаю. Почему, который Иисус вот там в цели не ходит? Подожди, подожди. Иисус водку пил? Нет, подожди. Иисус водку пил? В рот не берём ничего. Ни водку, ни пива, ни брашку, ничего не берём. У нас алкоголя нет ни грамма. А почему другие пьют? Я рассказываю. Я много видел. Я много видел. Это харам, правильно? Нет. Но Иисус я не читал. На этой Библии я вообще-то не читал. Они говорят, почему другие пьют тогда? Ну, других я не отвечаю. За себя каждый. Каждый за себя даст ответ Богу. Но я говорю. Вот послушай. У меня вышло из печати 38 томов книг. И я положил в сердце своём. Подарить Библиотеке Мир. У вас намаз 5 раз, а у нас 9 раз. И после каждого намаза 100 поклонов. И мы, когда были в Баку, в город Баку, Азербайджан, мы ночевали в доме Муллы. Мула. Это как у вас, как священник-то. И мы там беседовали. А в одном, там в городе заходили, Каспийск, и там вот так надпись. Комната для намаза. Когда я книги подарил, а там мужчина, библиотекарь. Мы сфотографировались, он написал нам грамоту, благодарение. А мы говорим, уважаемые, можно помолиться в комнате для намаза? Всё, заходите, комната открыта. Мы зашли, разулись и стали молиться. Просили мира Дагестану и последний поклон сделали, как мусульмане. И всю нашу просьбу Богу высказали. Мы где были, мы прошли 120 тысяч километров от Владивостока до Лиссабона. 650 городов посетили. Подарок сделали библиотекам на 35 миллионов рублей. И нас, мусульмане, везде встречали хорошо. Шесть мусульманских республик, Дагестан, Ингушетия. Мы всё это, Чечня. Вот я вам загадку одну задам. В Российской Федерации, где мы живём, во время перестройки сделали 120 миллионов абортов. А во Вторую мировую войну всего погибло 55. То есть две мировые войны вообще. И вот один глава администрации в Российской Федерации запретил делать аборты под закон. Кто это? Кто такой человек? У него звезда героя Российской Федерации. Но это не по-железки герой, он внутри герой такой. Кто он такой? У меня от него благодарность есть. Не знаете? Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович Кадыров, он на самом деле мужик. Я честно. Я честно его скажу. От души ему на самом деле мужик. Я уважаю его. Я уважаю его. Я скажи, этот наш президент. И мой майор Ахматович. От души его. Я уважаю его. У меня благодарность от него. Благодарность. На бланке. Я подарил книги и библиотеку все. Там щеченки вышли с нами, сфотографировались. Такие красавицы стоят. У нас все люди одеваются как хиджаб. Два платка, платья до полу. У нас особая община. Дед, а вы по нации кто? Я по нации русский. О, молодец, дед. Я вас уважаю. Дед, удачи. Подожди, подожди. Найди мне какую-нибудь жену. Так что? Я русскую жена хочу взять. Русская жена? Да я не знаю. Он говорит, найдите мне русскую жену. Ну, надо, чтобы вы приняли православие тогда только. Нет, мы только верим Аллаху, Аллаху, Акбар, Аллаху. Туда возместить волю Божией людям. И о самой большой любви, которую Бог оказывает. Он умер за наши грехи, Христос. И воскрес на третий день. Вот как Господь сделал. И нынче зовет всех к покаянию. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. С Богом жить. Потому что надо думать о смерти. Кухни не сдаем, дарим. Так они нас в магазин затащили. Вот такой кусок сыра отрезали. Но мы не взяли. Мы говорим, сейчас у нас пост у Роза. А что можно? Я говорю, вот это лаваш, лепешки и помидоры. Они нам все дали. Мы сфотографировались. А потом приехали домой и фотографии им послали. Народ очень приветливый. Мы один раз... Один раз мы сбились с дороги. Навстречу машина идет. Но мы остановились. А он говорит, вы не туда едете. Вам слышно, нет? Да, 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 я вас слышу. И вот этот человек, мы его не знали. Он говорит, он повернул машину назад. И говорит, за мной езжайте. И вывел нас на дорогу. А потом подошел и говорит, а я мусульманин. Меня Ахмат зовут. Она меня посмотрела и говорит, аксакал, у меня отец такой. Да, у меня один вопрос. Вам слышно? Да, да, да. Мы рассказываем о том... Да, 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 подожди, подожди, у меня один вопрос. Давай. Почему Аллах создал человеку? Ну, я не буду поминать, как вы говорите, я знаю. У меня в Библии написано, и сказал Бог, сотворим человека по образу подобию нашему. А почему написано, для славы своей сотворил все? Ответ так. Ну, вы называете так, у нас написано Господь Бог. Ну, вы чтобы понимали, о чем говорим. Да я по своей Библии разговариваю. У меня слова Аллах нету. У меня написано Господь Бог и Иегова. Я поминаю так. А вы по-своему говорите, я же вас понимаю, о чем речь идет. Я стараюсь не произносить слова эти, чтобы вас не раззадорить. Потому что я же вас не могу сказать, что не уважаю. Я не произношу ни Мухаммад, ни Коран, ни Аллах. А так говорю, чтобы понятно было. Чтобы не вас не обидеть. Вы хороший, я тебе хороший человек, ставь на Сальмом. На это я клянусь, я тебе ради тебя скажу. Ты скажешь, почему... Может быть, я несколько человек сказал, они сказали, это закон. Почему? Как закон Аллах поменяет? Закон государства поменяет, а закон Аллах почему не поменяет? Ты смотри, полный закон взяли от Корана. Ты один раз закон Корана читай, потом закон государства читай. Лелин сказал, учите, учите, учите. Это взял от Корана. Аллах Мухаммад сказал, икра, икра, икра. Это Лелин от Корана читал, потом вышел. Он Корана как раз и не читал. Он в школе изучал закон Божий, не надо врать. И пятерку получал за него. Корана никто не изучал. Это только... На Коране давай я тебе буду доказывать. Не докажешь ничего. Я проповедник, 58 лет. Что ты мне докажешь-то? Я среди мусора... Я тебе буду доказывать на эту. Ты зайди Корану, Корану читай. Корану читай, она Коран. Ну, если... Я опять улетел. Пришел. А вот кот у меня идет тут. Иди. Всем занимаешься, Канас? Проповедью Евангелия занимаемся. Стараемся людям рассказать, что их ждет, то, что они делают здесь. Какой суд Божий будет. И что Иисус умер за грехи людей. И воскрес третий день. Высшее проявление любви Божьей явлено было на кресте. Конечно, Библия это хорошо. Ну, давай-ка мне расскажите, что там... Библия говорится о том, чтобы люди веровали в Бога и Сына Его, Единородного Иисуса Христа, который по любви взял на себя грехи мира, как агнец Божий невинный. Нифига. Не говори, пожалуйста. Но Бога рассказывает, что... Там ничего не видно. Темнота одна. Все, ладно, до свидания. Давай пока.